Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами доделаем движение для нашего аватара. Для начала давайте вспомним, что мы уже сделали. Вот такой небольшой клип у нас будет, и мы половину движения уже сделали, а половину нам нужно добавить. Давайте сначала добавим нашего аватара на временную шкалу. Для этого мы заходим вот сюда, ставим галочку напротив аватара, и вот он у нас появился во временной шкале. Опустимся немножко ниже, теперь выделим его, вернемся к началу шкалы. Вот видите, одно движение, которое у него есть, у нас уже записано, и оно высвечивается в нашей временной шкале. Та поза, в которой он остановился, нас не очень устраивает. Почему? Потому что, видите, у него одна нога осталась чуть сзади, а нам нужно, чтобы он стоял на обеих ногах прямо. Чтобы это исправить, нам нужно добавить сюда еще одно движение. Я беру из того же стандартного набора движений. Вот движение, которое я хочу взять. Я дважды щелкаю на него, и оно не применяется. Почему? Потому что у меня не выделен аватар. Сначала выделяю его. Теперь нажимаю дважды на это движение, и вот оно у нас появилось. Но, есть еще один нюанс. Нам нужно, чтобы наш аватар закончил свою ходьбу именно вот в этом месте. Для того, чтобы это исправить, мы выделяем первое движение. Вот у нас активно вот эта вот кнопочка. Мы приставляем курсор сюда, и двигаем немножко наше первое движение. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, мы таким образом уберем проскальзывание ног нашего аватара. И, во-вторых, он будет двигаться немножко быстрее. Ну вот, можно даже просмотреть этот кусочек. Видите, проскальзывания почти нет. И вот у нас есть ключевой кадр, в котором заканчивается путь. Именно сюда мы должны подстыковать вот это наше движение. Я сейчас немножко его подвину. Мы его проиграем, просмотрим. Вот, видите, он остановился и какое-то время стоит. Но нам это не нужно. Мы можем обрезать это движение там, где он останавливается. Вот я ловлю вот этот момент. Вот в этом месте я обрежу это движение. Движение у нас выделено. Вот эта кнопочка активна, и я нажимаю на нее. Вот видите, вот этот кусочек мы оставляем, а этот мы можем удалить. Я его выделяю, нажимаю клавишу DEL. Это движение мы приставляем к предыдущему. Немножечко двигаем, так, чтобы оно совпадало с нашим ключевым кадром. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот видите, у нас все получилось очень даже хорошо. Тут он движется. Здесь он тоже продолжает движение и останавливается именно в той точке, где у нас заканчивается путь. Давайте еще раз проверим, чтобы уже убедиться, что все нормально. И ноги у него почти не проскальзывают. Вот это тот результат, который нам нужен. Вот этот ключевой кадр нам говорит о том, что в этом месте наш аватар жестикулирует губами. Этот ключевой кадр мы трогать не можем. Теперь нам нужно добавить еще одно движение. Движение руки, где он показывает на себя и говорит, что это я доцент. Чтобы нам не пришлось снова редактировать вот эти движения, давайте попробуем поставить ключевые кадры. Мы переходим на вот эту вот линию трансформации. Немножечко выступаем за последний ключевой кадр. Дважды щелкаем по вот этой дорожке и у нас появился ключевой кадр. Теперь я нажимаю правую кнопку мыши, выбираю скопировать и вот где-то здесь ставлю еще один ключевой кадр, который только что скопировала. Для чего это нужно? Для того, что если мы сейчас вот на вот этом участке начнем редактировать какую-то одну из частей тела нашего аватара, это движение автоматически плавно растянется на предыдущие кадры. А нам это нежелательно. Хотя эта процедура не всегда помогает. Возможно, нам придется и редактировать эти ключевые кадры. Но то, что мы их поставили, хоть в какой-то мере может нас защитить. Дальше я беру вот здесь вот еще один ключевой кадр ставлю. И на нем мы уже будем редактировать движения нашей руки. Для того, чтобы отредактировать какую-то часть тела нашего аватара, мы заходим в анимацию и вот у нас есть редактирование движения аватара. Что мы здесь видим? Во-первых, у нас есть контрольные точки, которые мы можем выделить и придать им какое-то движение или вращение. Естественно, есть галочка зеркального отображения. То есть, если мы берем, например, одну руку и нажимаем на вот эту галочку, то у нас будет редактироваться обе руки. Нам это сейчас не надо, я ее выключаю. Что еще у нас тут есть? Если мы переключаемся на вот эту вкладку, видите, у нас тело будет без дополнительных ключей. Я переключаюсь обратно. Хотя нам сейчас это не важно. Итак, я выбираю сейчас вот этот узел. Вот видите, у меня высветилась эта кость. Значит, я могу ее двигать и могу поворачивать. В данном случае я сейчас поверну ее сюда и немножечко к себе. Вернее, к нему. Теперь переходим в трансформацию. Лучше всего еще и повернуть, чтобы видеть, как оно будет двигаться. Вот этими инструментами я двигаю. высоковато. В общем, ищем то положение, которое нам нужно. Вращением и перемещением. Ну вот, к примеру, пусть будет вот это. Теперь он показывает на себя и немножечко при этом сгибает пальцы. Как это можно лучше сделать. Давайте я покажу сначала на вот этой вот ладони. Вот, чтобы нам лучше было видно. Для того, чтобы регулировать вот эту вот ладонь, вот у нас есть вот это окошко. Это у нас левая рука. Если я ставлю курсор на вот эту вот часть руки, она подсвечивается, зажимаю левую кнопку мыши и протягиваю вверх. Видите, наши пальцы разжимаются, становятся прямыми. Если то же самое сделать вниз, они сжимаются. Видите, вот. Если мы то же самое сделаем вправо или влево, они у нас будут растопыриваться в стороны и соединяться. Видите, вот такие нюансы. Еще мы можем это делать отдельно. Вот, к примеру, я взяла, сжала полностью все пальцы, а один палец, вот выделяю указательный, я поднимаю вверх. Видите, и вот что у нас получается. Это что касается быстрой настройки кистей рук. Можно делать кистями жесты. Ну вот то же самое мы сделаем с правой рукой. Мы немножечко ему сожмем, а этот палец я отогну. Вот. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот он идет. Говорит. И наша хитрость с ключевыми кадрами нам совершенно не помогла. Поэтому мы переходим в предыдущий ключевой кадр. Двигаем. Выставляем на место руку. Единственное, что можно подредактировать еще движение этой руки. Оно немножечко коряво у меня получилось здесь. Ну, я не буду пока на этом останавливаться. Вы сами это можете сделать. А нам нужно добавить еще один ключевой кадр, где его рука опускается вниз. Я вот здесь где-то ставлю ключевой кадр. Дважды нажимаю левой кнопкой мыши. Снова захожу в нашу панель редактирования. Беру этот же узел. И вот так вот опускаю, поворачиваю и двигаю. Вот так смотрим, выставляем по всем узлам, которые нам нужны. Можно немножечко его вертикальнее поставить. Вот так. Можно здесь немножко подвинуть. И давайте посмотрим, что у нас получилось. И вот он у нас быстренько приставил руку к груди и убрал ее. Мне нужно, чтобы он задержал немножко руку у себя на груди и потом ее опустил. Я беру вот этот вот ключевой кадр, немножечко двигаю. А вот этот ключевой кадр я копирую. Нажимаю правую кнопку мыши, выбираю копировать. И вот здесь вот вставляю его. Тоже правая кнопка мыши и вставить. И смотрим, что теперь у нас получается. Давайте теперь встанем на вот эту дорожку. И скопируем вот эту вот. Теперь у нас все получилось. Здесь очень важно не путаться с дорожками. Видите, он у нас поднял руку, немножечко задержал ее и опустил снова. Вообще-то надо немножечко подредактировать эту руку, но я уже пока не буду на этом останавливаться. Давайте пойдем дальше. В самом конце он у нас начинает танцевать и кланяется. Это тоже движение, которое есть в программе iClone. Нам осталось его добавить в нужную точку. Ну вот останавливаемся пока вот здесь подальше. Сейчас я найду движение, которое нам нужно. Вот оно здесь. Я опять-таки дважды щелкаю на него. И мы можем его просмотреть. Да, вот он танцует. Это именно то движение, которое у нас было. Нам нужно поставить его в нужную точку. Давайте перейдем сюда. Посмотрим, где эта точка. Я доцент. Еще раз. Вот это та нота, где у нас должно начинаться движение танца. Вот мы берем это наше движение и двигаем вот сюда. Смотрим еще раз. Я доцент. Вот мы почти поймали это движение. Если вдруг что-то не так, то можно будет его немножечко подвинуть в одну или в другую сторону. Вот этот переходный период от одного движения к другому тоже можно менять. Либо раздвигать, либо сжимать. Ну и теперь мы можем целиком посмотреть, что у нас получилось. Вот результат, который мы получили, изучая движение для аватаров. Конечно, он не идеален. Тут можно еще поработать, можно доделывать. Но я думаю, что самое главное вы поняли. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.